определенно в начале у меня не было никакого намерения или чего бы то ни было что я то что я практиковал и то что я все еще практикую сейчас привело бы к этому с самого начала к интересному в моем моя жизнь моя карьера заключалась в том что в детстве я был чрезвычайно застенчивым и замкнутым но когда я покинул олимпиаду с золотой медалью я хотел продолжить свое образование я хотел уйти я собирался поступать в мариленский университет единственное что заставило меня отклониться от этого это то что мой отец был болен он впал в кому у нас не было денег я стал профессионалом чтобы заработать деньги на оплату больничных счетов это интернирование определила мою жизнь я помню забор из колючей проволоки часовых с направленными на нас автоматами выстраивающихся в очередь три раза в день чтобы поесть в шумной столовой когда я совершал ночные пробежки в уборную за мной следовали прожекторы и мои родители боролись со всем этим и вы знаете все что они сделали через какие трудности они прошли и какое руководство они нам дали мы были их надеждой на будущее мы с вами восприняли это как большую ответственность мое детство и вы знаете быть тем потерянным ребенком чувствовать это чувство отчуждения и и я не мог найти себя в этом тумане когда я смог найти что-то с чем я чувствовал эмоциональную связь и иметь возможность создавать и продюсировать музыку вы делаете что-то ради чего стоит жить вы знаете потому что вы всегда хотите найти такие вещи как сделайте вас счастливым он родился на пути который действительно был для него уникальным но из-за многих факторов он родился в соединенных штатах он не был особенно крепким или здоровым ребенком его первые пять лет жизни прошли под японской оккупацией гонконга когда его познакомили с гунг-фу когда ему было 13 лет это тоже начало определять его путь кроме того вы знаете он был детским актером вместе все эти факторы создали человека обладающего внутренней энергией и внутренней сосредоточенностью который мог бы сформулировать для себя цель видения того куда он хотел пойти любой вид знания в конечном счете означает самопознание возможно он был самым самообразованным человеком которого я когда-либо знала потому что его образование не заканчивалось школой все чему я научился было похоже на нетрадиционное и это вселило в меня много надежды например потому что каждый раз я что-то начинал и у меня такое чувство такое чувство неуверенности если бы я мог даже заняться чем-то совершенно новым без надлежащего образования и опыта которые возможно были у некоторых из моих сверстников я постоянно просто пытаюсь овладеть своим собственным набором навыков даже если я чувствовал что достиг определенной вершины как будто мне еще многому нужно научиться и и типа отвык от того что вы делаете я имею в виду вот он естественный инстинкт а вот и контроль вы должны гармонично сочетать эти два понятия нет если вы доведете его до крайности вы будете очень ненаучны если вы доведете другого до крайности вы внезапно станете механическим человеком а не человеческим существом значит вы это удачное сочетание того и другого у вас должно быть такое самопознание когда вы это знаете что вы тоже подвержены ошибкам но вы также должны знать свою силу и это придает вам такую уверенность это не так высокомерно вы знаете что я знаю все чтобы быть открытым для обучения по какой-то причине я я знал что однажды найду своего я сам если хотите внезапно я почувствовал что я мог бы существовать чтобы делать все что я мог выиграть я мог бы преуспеть и я стал чрезвычайно уверенным очень уверенным и чрезвычайно самодисциплинированным в 14 лет что это было выставка нам нужно эмоциональное наполнение попробуйте еще раз детка вам лучше тренировать каждую часть своего тела и когда вы сейчас наносите удар я немного наклоняюсь надеюсь не повредить ракурс камеры я имею в виду вы должны вложить в это все ведро щелкнуть им вложить туда всю свою энергию и превратить это в оружие вы должны быть вооружены подготовлены дисциплина чему бокс научил меня о себе и о самой жизни так это тому что вы всегда должны готовиться вы всегда должны выкладываться на сто процентов вы никогда не должны сдаваться и все дело в том чтобы дать вам все дать вам все и? и я всегда чувствовал что мы как люди как им грустно бойцы мы бойцы, потому что боремся за уважение мы боремся за нашу работу мы боремся за нашу семью и мы выполняем дорожные работы потому что дорожные работы есть И это необходимо, потому что мы должны проявлять должную осмотрительность. Мы должны учиться делать все то, что дает нам больше шансов на успех. Хорошо, как только вы это поймете, следующий шаг – овладеть этим. В меру своих возможностей и, и вы знаете, требуется время и опыт, и, а также настойчивость и выносливость. И самое главное для меня – иметь мужество встать, смахнуть грязь и продолжать делать это снова. Буду ли я достаточно силен, чтобы справиться с этим, а потом вернуться и пойти на следующее прослушивание? Это настоящее испытание. Вы идете туда и говорите, я получу эту роль, а затем удивляетесь этому, этому отказу, но не пугайтесь этого, и будьте в состоянии отступить и подходить к каждой новой возможности, как к отличной возможности. И сказать, да, я собираюсь принять это правило. И у меня есть кое-что, чтобы внести в это свой вклад. И я сталкиваюсь с такого рода препятствиями на протяжении всей своей карьеры. Где однажды во время драки, драки с Томми Харрисом, 1981 год, если быть точным. Это на том ринге примерно в 13-м раунде. Был вопрос, который был задан в моем уме и в моем сердце, потому что я проигрывал этот бой. Продолжайте. Вы хотите продолжать. Вы готовы терпеть боль? И я сказал да, потому что у вас есть только второй вопрос, чтобы ответить самому. И я спросил ее да. Хорошо, детка, вот и я, чувак. Все дело в том, чтобы создать свой собственный голос и свое собственное пространство по-своему, и самое главное, верить в себя. Потому что это одна вещь, которую действительно трудно сделать. Потому что бывают моменты, когда вы сомневаетесь в себе, в своих способностях. Бывают времена, когда вы. Вы пытаетесь обмануть самого себя. Вы знаете, мои родители думали, что хорошо интересоваться искусством. Но вы знаете, вы не думаете о том, чтобы зарабатывать этим на жизнь. И поэтому я начал учиться в колледже как студент-архитектор. Но... Прошло два года. Огонь все еще горел, и я просто не мог представить себя через 10 лет в качестве архитектора. Поэтому я вернулся в Лос-Анджелес и сказал своему отцу, что я должен быть верен себе. По крайней мере, будьте справедливы и дайте мне шанс. Верьте в себя и верьте в свою страсть. Примите свою страсть создавать что-то и дарите это миру. Если вы действительно верите, что здесь нет никакого дерьма. Если вы действительно верите, что можете победить, вы можете победить, потому что есть способ победить. Посмотрите на Голливуд, посмотрите фильмы, телевидение. Посмотрите, какие возможности открываются перед вами. Они стереотипны. Это то, чем вы хотите заниматься. И у меня хватило наглости сказать, что я это изменю. Я собираюсь это изменить. Я покажу им, на что похожи азиаты и американцы азиатского происхождения. Быть китайцем для него было преимуществом. Это не было сдерживающим фактором. Это было не то, что можно было пережить. Это было то, чем можно было похвастаться. Я уже решил, что в Соединенных Штатах я думаю кое-что о восточном. Я имею в виду, что нужно показать истинного восточного человека. Я чувствую, что как только вы недопредставлены, вы автоматически становитесь недопредставленными. Так вот. Поэтому так важно, чтобы недопредставленные люди выражали себя и высказывались, чтобы другие люди не говорили за них. Хороший мастер боевых искусств становится не напряженным, а готовым. Не думая, но и не мечтая, готовый ко всему, что может произойти. Когда противник расширяется, я сжимаюсь. И когда он сжимается, я расширяюсь. А когда будет возможность? Я не бью. Это происходит само по себе. Я имею в виду, что мне легко устраивать шоу и быть дерзким. Да, и вас переполняет дерзкое чувство. А потом вы чувствуете себя довольно круто и все такое. Или я могу сделать все виды фальшивых вещей. Вы понимаете, что я имею в виду, ослепленный этим. Или я могу показать вам какое-нибудь действительно причудливое движение. Но выражать себя честно, а не лгать самому себе. И выражаться честно. Не это мой друг. Когда я занимался боксом, я хотел, чтобы люди воспринимали это как искусство, а не просто удары, просто удары кулаками. Это выражение самого себя. Дело даже не в том, что вы знаете о своих знаниях. Это тоже от сердца, и от ума, и от духа. И я всегда верил, что я актер и... Мы лжем честно, но мы находим в себе этот элемент, чтобы мы могли честно играть, что это я как художник, как актер. Но помимо этого, на сцене царит своего рода честность. Когда вы занимаетесь адвокатской деятельностью, все, что меня волнует, это то, что есть. Я искренне общаюсь со столькими людьми, которые интересуются музыкой. Особенный. Это было что-то особенное. Это действительно было что-то особенное. Речь шла не о... Боксерский бой. Речь шла о нанесении ударов. Речь шла о достижении цели. Так оно и было. Но благодаря своим достижениям я подарил другим людям надежду и вдохновение. Если вы особенный, мое путешествие... Не закончено. Я стар, но не настолько. Мне еще многое предстоит сделать, чтобы смело идти туда, где я еще не был. Это похоже на самовыражение, на связь и на то, что вы претендуете на свое пространство. И это его выражение, я думаю, просто должно быть так, что это то, что встречается в этом глубоко задумчивом. Глубоко уверенный в себе и глубоко искренний человек. Вы можете просто сказать, ну вот я здесь. Вы знаете, как человеческое существо, как я могу выразить себя. Совершенно неполный. Он не притворяется. Выразитесь так. Это исходит из глубины его души. И я думаю, что другие люди тоже это видят. На экране что-то появляется. Его харизма. Называйте это как хотите. Я бы назвала это его реальностью. Они знают, что это исходило изнутри него. И это то, что влияет на людей. Создание «Войди в дракона». Подготовка к Enter The Dragon была очень напряженным временем, потому что... И, вероятно, Брюс тоже нервничал из-за этого проекта. Потому что он собирался показать его в Америке и во всем мире. И он хотел, чтобы это было здорово для диджеев. Большие успехи — это большие фестивальные шоу, такие как получение первого места, например, этот большой фестиваль, и участие в этом списке наряду со всеми этими именами, а также известными, влиятельными. В 2007 году я играл на фестивале Куачелло, и я помню, когда я играл, вы знаете, я так нервничал. Я так нервничал и был удивлен, что люди вообще знали, кто я такой. Получить роль в «Звездном пути» было большим благословением. Потому что многое из того, во что я лично верил до этого момента, и чему я научился на этом опыте после этого, помогло мне стать тем, кто я есть сегодня. Когда я выиграл золотую олимпийскую медаль 1976 года в Монреале, подтверждая, что это было, это было, я сейчас здесь. Я стоял на пьедестале со своей золотой медалью на шее, и звучал этот национальный гимн, и я. Это было, это было страшно. Это было страшно для второго. Но это был момент, когда я понял, что превзошел. Я превзошел все шансы, в моем стиле. Мы можем назвать это искусством сражаться без боя. Когда ему представили сценарий, он захотел внести в него изменения. Все его идеи были великолепны, и просто другим парням, продюсерам, режиссерам, потребовалось некоторое время, чтобы понять, что то, что он говорил, действительно было тем путем, которым они должны идти. Слава небесам! Enter the Dragon не был бы тем, чем он был, чем он является сегодня без участия Брюса. Войти в дракона должен был войти Брюс Ли. Я видел, как вы входили в дракона. Я не знаю, это может быть тысячи раз. Раньше я так делал, издавал такой шум, что это было довольно круто. У него были свои собственные носы, свои собственные манеры в каждой маленькой, маленькой детали, в том, что его развязность была запредельной. Например, по сей день нет никого, кто мог бы сравниться с развязностью Брюса Ли. Как будто он был самым крутым, крутым, как абсолютный. Я смотрю на Брюса Ли. И он единственный в своем роде. Другого Брюса Ли никогда не будет. А потом, когда он сядет, и тогда он... Типа, он ломает философию, вы просто поражены. Брюс Ли оказал огромное влияние на меня, а также на американский порядок, а не на мировую психику. Он был героем боевика, когда мы были обременены всеми этими одномерными стереотипами, слугой, шутом или врагом. Вот он был потрясающего телосложения, невероятной акробатики, атлетизма и героизма. Он был тем, кем азиаты могли гордиться, и у него был потенциал стать первой прибыльной кинозвездой азиатско-американского происхождения. Это было источником большой гордости. Он представлял, вы знаете, цель для меня. Например, я всегда хотел быть таким парнем, как Брюс Ли, который был бы таким красноречивым, красноречивым. Он был азиатом, это самое важное для меня. Он был азиатом в Америке, оказывая влияние на поколения людей, которые были не просто азиатами. Он действительно был просто всеобщелюбим. Люди будут вечно говорить о Брюсе Лиффе из-за того, что он не только то, что он сделал, что было удивительно, не только из-за его стиля, который был потрясающим. Это из-за того, за что он выступал и что он символизировал. Я чувствую абсолютную связь на уровне души Эс. Его. Философия к его посланию, к посланию его жизни, я бы сказала. И тот факт, что я могу поделиться этим с вами и продолжать делиться этим, надеюсь, продолжу вдохновлять людей по всему миру благодаря этому, чрезвычайно удовлетворяет и приносит мне удовлетворение. Это довольно юный возраст, чтобы начинать изучать все эти вещи. И иногда это трудно понять. Но он действительно вдохновляющий человек, и это просто. Просто очень здорово знать обо всех этих вещах, потому что, во-первых, это может помочь вам в жизни. И, во-вторых, об этом просто очень здорово знать. Вот и все. Как вы себя чувствовали? Позвольте мне подумать, не думать, чувствовать. Это похоже на палец, указывающий на Луну. Не концентрируйтесь на пальце, иначе вы упустите всю эту небесную славу. Это был такой важный образец для подражания. Он был так важен для моего развития. Как будто мне всегда было нужно что-то, в чем я нуждался, например, путеводный свет. В наследии моего отца есть кое-что, что мне нравится, и это, может быть, дорогое слово. Потому что для меня урок его наследия кроется где-то в представлении о том, что человек – индивидуум, который совершенствует себя. До того уровня, который он сделал, а затем выразил это миру. На самом деле, один человек может оказать огромное влияние. У него был такой большой потенциал, он мог бы внести гораздо больший вклад. И он был так молод, только в начале той стремительной, удивительной карьеры, которая его ждала. Ломка. На самом деле нет. Брюс Ли был и описать его. Но если бы мне пришлось использовать одно слово, я скажу «одаренный», потому что он был даром. Для многих людей, для миллионов людей по всему миру. Как гуру. Он гуру жизни. Он был просто действительно потрясающим, вдохновляющим человеком. Мне не нужно придумывать много слов, чтобы описать Брюса Ли, потому что он мог бы сделать это сам. Вы знаете, что я хочу думать о себе. Как человеческое существо. Потому что я имею в виду, я не хочу звучать так, как знаете, как сказал Конфуций, но под небом, под небом, чувак, есть только одна семья. Так уж получилось, чувак, что люди разные. Вы направляетесь в Это Как ребенок перед вашим воображением